Тема моей проповеди это благодать. Мне почему-то в последнее время очень сильно хочется говорить о благодати. И это очень важное место, важное слово, потому что написано «Благодатью мы спасены, это не от вас». Множество, Павел когда писал, он всегда заканчивал свои письма о том, чтобы благодать, она пребывала среди людей. Он говорит «Благодать и мир да умножится среди вас». Он всем всегда предлагал, чтобы много благодать вам и мир. Это было как во всех его посланиях. Это было очень важно. Мы знаем, что через Иисуса нашего пришла благодать, когда Он родился, ангелы пели, что это в Нем благоволение. Мы знаем, что голос являлся, когда Он был на этой земле, написано «Это Сын Мой возлюбленный и в Нем Мое благоволение». Мы много раз как бы в Библии встречаем о благодати. Она многое являлась многим людям. Она Марии, написано «Бог, не бойся, Мария, ибо ты обрела благодатью Бога». И мы знаем, что это великое, о ней будут все всегда говорить, где бы ни прославлялось имя Господне. Когда бы ни говорили об Иисусе Христе, всегда будет вспоминана Мария, и как она обрела благодатью Бога. Мы знаем, что написано «Давид обрел благодать». Множество-множество мест в Библии говорит о том, как люди ее приобрели. И мы знаем, что мы имеем благодать. Но, судя, знаете, вот так я смотрю, в первые ученики написано, что когда они проповедовали Слово Божие о воскресении Христа, о Христе, и что была великая благодать, это было чувствовалось среди них, это было видимо. Мы написано, есть места, когда ученики ходили и смотрели, просто проповедуя Слово Божие, и некоторые из них, видя благодать, они сильно радовались. И я думаю, что если благодать находится в собрании, это очень и очень хорошо. Но я думаю, что нам нужно больше о ней говорить, больше понимать, в каком случае она пребывает, и в каком случае она убывает. И сегодня я хотел бы разобрать два таких очень важных момента в нашей жизни. Я так думал и смотрел, что бывает только два вида людей, два вида людей на этой земле. Одни люди, которые любят сильно принимать, и другие, которые хотят отдавать. И я хотел бы посмотреть, какие мы с вами, друзья, и может нам, чтобы приобрести больше благодать, нам написано, нужно учиться отдавать. И сам Христос показал очень добрый пример. Когда Он был на этой земле, Он отдал Себя Самого. Хотя Он и был благодать. Почему о Нем говорится, что Он благодать? Потому что Он все отдал, все, что у Него было, и даже свою собственную жизнь. Отец Небесный также отдал все самое дорогое, что у Него было, это Своего Сына. Это поэтому и есть благодать. Я хочу просто сначала разобрать плохую сторону, как люди теряют благодать. Имея благодать, ее можно также потерять. А потом, как бы, закончить мою проповедь на хорошей волне. Я хочу посмотреть некоторые примеры, которые нам Библия оставила, где Иисус предупреждал о том, чтобы люди не теряли. Или как можно потерять. Первое место я хотел бы прочитать Матфея 20 глава. И Христос говорит такую притчу о Царстве Небесном. Это то, что, как бы, вчера было немного подобие этой притчи. Когда мы собрались все вместе, написано, «Царство Небесное, подобно хозяину дома, который вышел рано утром, нанять работников виноградник свой. И договорившись с работниками по динарию на день, послал их виноградник свой. Вышед около третьего часа, он увидел других стоящих на торгу праздно. И им сказал, «Идите и вы, виноградник мой, и что следовать будет, дам вам». Они пошли. Опять вышед около шестого и девятого часа, сделал то же. Наконец вышед около одиннадцатого часа, он нашел других стоящих праздно. И говорит им, «Что вы стоите здесь целый день праздно?» Они говорят ему, «Никто нас не нанял». Он говорит им, «Идите и вы, виноградник мой, и что следовать будет, получите». Когда же наступил вечер, говорит Господь виноградникам-управлителю своему, «Позови работников и отдай им плату, начав с последних до первых». И пришедшие около одиннадцатого часа получили по динарию. Пришедшие же первыми думали, что они получат больше, но получили и они по динарию. И получившие стали роптать на хозяина дома. И говорили, «Эти последние работали один час, и ты сравнял их с теми, перенесящими тягость дня и зной». Он же в ответ сказал одному из них, «Друг, я не обижаю тебя, и не за один леденарий ты договорился со мною. Возьми свое и пойди. Я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе. Разве я не властен в своем деле, что хочу? Или глаз твой завистлив от того, что я добр? Так будут последние первыми и первые последними. Ибо много званых и мало избранных». Тут Господь говорит о зависти. Вы знаете, Библия предупреждает много моментов среди христиан, чтобы не было зависти, чтобы не было сварливости. Мы иногда смотрим друг на друга и можем завидовать. И тут как раз такой момент был. Они все были приглашены на работу. И представляете, там было жарко. И было очень тяжело работать в этом винограднике. Я работал в виноградниках. И там в Крыму у нас тоже жарко, зной дня. И ты идешь весь день, подрезаешь виноградник. Или выбираешь этот виноградник. И обычно не очень высоко. Так что твоя голова всегда палит солнце. Тебе хочется пить. И ты тяжело работаешь. И я представляю, что да, они договорились за, допустим, 100 долларов в день. И они трудились. Но это было нелегко. Но тут они видели, что другие люди подходили в обед. Там где-то в обед было время. То есть это полдня. И уже с полдня, конечно, легче. Уже зной как бы спадает. Уже легче работать. И они вместе работали. А потом они увидели некоторые, которые только час до конца работы пришли. И час до конца работы. Там обычно нужно уже все собирать. Там посмотреть, чтобы ничего не осталось. Чтобы корзинки были собраны. Там ящики. Не знаю, как они там собирали. Что они делали. Но в основном такая работа. Ходишь там уже как бы особо ничего не надо работать. Все загрузить, скласть. И эти тоже пришли. И тут начало давать деньги. Их каждому по 100 долларов одинаково. И это несправедливо. И люди, конечно, возмутились. Думают, как же так. Мы работали весь день. И получили так же самое, как другие. Так же самое. И, конечно, вышла зависть. И вышла зависть. И подумали, ну почему этим так много. И они работали так мало. И как бы несправедливо. И так бывает в нашей жизни. Мы смотрим на людей. У кого-то, знаете, больше денег. У кого-то меньше. У кого-то все получается. У кого-то не все получается. Не всегда. И мы иногда можем унижать, завидовать. Или как бы мы увидим один более благословенный. И мы думаем, а что особого в нем. И нам приходят разные мысли. Я думаю, когда смотрю о первых грехах, когда Каин убил Авеля. Я тоже думаю, это началось с зависти. Я представляю, как Каин, он был первый. Написано, что мать сказала, что это мне дано дитя от Бога. Я думаю, она с детства первого своего ребенка, знаешь, как первенец, сильно баловалась, сильно радовалась ему. И я думаю, он вырастал, зная, что он от Бога. Он думал о себе особенно. И тут второй сын, второй его брат, уже меньше его. Я думаю, он уже всегда смотрел на него свысока. И думал о нем особого мнения. Да, ты, мол, хороший парень, но ты номер два, а я номер один. Я думаю, он немножко гордился о себе. И, наверное, было о чем. Потому что первенец считалась большим благословением. И это было очень хорошо. Но тут вдруг они приходят и приносят дар Богу. И Бог презирает на дар Авеля. И тут, конечно, у Каина приходит грех. И Бог его предупреждает, что ты бодрствуй над брехом. Написано, вы когда завидуете, зависть переводится в убийство. В Библии написано это так, что когда люди завидуют, это как убийство. Может, человек даже не совершает убийство. Но это у Божьих глазах как убийство. И Каин дошел до того, что он просто так завидовал своему брату. Он так его возненавидел. Он так огорчился. И у него пришла горечь обиды. Я вот считаю, что, вы знаете, обиды всякие, горечи, это когда человек именно теряет благодать. Вы знаете, в Библии очень много написано, что какой-то корень не возникал в нас. Ибо он разрушит нас. Корень обиды. Корень горечи. Я смотрю, люди иногда обижаются друг на друга, будучи христианами, не прощают друг другу. Мы каждый день повторяем. Но я вот лично сам начинаю день всегда с одной молитвы, Отче наш. И там мы говорим такие слова, чтобы Бог простил нас так, как мы прощаем друг другу. И я всегда думаю о себе, как я хочу, чтобы меня Бог простил. Я хочу, чтобы Он мне все простил. Я хочу, чтобы Он мне все грехи простил. Не важно, прав я, не прав. Я хочу, чтобы мне Бог все простил. Ибо написано, каким судом судитесь, таким вы будете осуждены. Я не хочу прийти пред Богом. И потому что я кого-то не простил, я буду потом судиться по этому суду. Мне бы не хотелось так. Но вы знаете, у нас иногда бывают моменты, когда мы считаем, что мы правы. Я думаю, Каин тоже считал, что он правый. Я думаю, он считал себя важнее в жизни. Я думаю, что он себе был особого мнения. Он оправдывал в своем разуме. Вот эта вражда, это как бы мудро у человека. Вы знаете, вот это обиды могут прийти. Как бы со мной неправильно поступили. Ко мне неправильно обратились. Со мной не так обошлись. И мы обижаемся. И мы, может сказать, завидуем. И мы, может, огорчаемся. И теряется благодать. И я думаю, что именно этим способом сатана может забрать у человека спасение. Написано, он ходит, как рыкающий лев, ищет кого-либо поглотить. И если возможно, даже избранных. Я думаю, вот именно избранных. Он подходит таким путем, чтобы обидеть нас. Чтобы наш разум сказал, что мы недостойны такого отношения к нам. Чтобы когда к нам плохо что-то отошлось, чтобы мы оправдания в своем разуме нашли. И защитились как бы сами себя. Но давайте посмотрим на другой вид людей. Это как раз тот вид людей, который любит все принимать. Мы хотим, чтобы нам как бы все давали. Каждый человек хочет что-то получить. Каждый хочет миллион. Каждый хочет что-то, большую машину, красивый дом. Это как бы нормально, знаете. И это по-человечески, можно сказать, мудро. Мудро, если мы получаем, если нам легко получаются деньги. Если у нас легко все выходит. Это как бы хорошо для человека, успех. Это даже есть некоторые многие учения, которые проповедуют об успехе. Что мы должны знать там, стать какими-то великими. Что мы должны войти в правительство. Что мы должны влиять на как бы на всю обстановку этой жизни. Мы должны кем-то стать. Мы должны, люди должны видеть в нас такое что-то особое, великое. И есть такие учения. Это как раз тот человек, который любит все принимать. Он любит принимать славу. Он любит принимать какое-то особенное чувство. Ему это радостно. И он называет даже себя христианином. Живет таким путем, чтобы только брать и брать. Ну давайте посмотрим, есть ли таким же человеком благодать. Такие люди обычно доходят потом до краха в их жизни. И они теряют все. И приобретая вот это все, они потом в конце концов все могут потерять. И даже вечную жизнь. Это очень опасно. Поэтому я хотел бы обратить на нас вторую часть. Как приобретать благодать. Как чтобы она с нами пребывала. Написано, что это сравнивается. Благодать это как облако с поздним дождем. Написано, это как роса на траву. Это очень хорошее как сравнение. Вы знаете, роса на траву очень нужна. Чтобы трава росла, ей нужна роса. И даже в пустыне, там где вот жарко, солнце. Бывают большие перепады. Перепады тепла и холода. И мы знаем, что если днем там сильно жарко. Там ночью бывает прохладно. И утром видно роса. И роса именно та, это вещь, как орошает траву. И она растет. Орошает всякие растения. И там можем смотреть, что есть много плодовитых растений. И люди живут. Почему? Потому что роса. То есть нам нужна благодать, как роса на траву. Нам нужна благодать, как поздний дождь. Мы знаем, что иногда созревают какие-то злаки. Мы видим здесь кукурузу. И мы знаем, что ей нужно, очень часто бывает, я вот в этом году заметил, полтора месяца не было дождя. И все ждали этот поздний дождь. Все ждали этот дождь, когда это под конец лета должен прийти дождь, чтобы вот тот злак, он наполнился. Чтобы был большой плод. Чтобы был урожай. И если этого дождя не случается, то все гибнет. И тут бывало много раз, что все гибло. И вот этот поздний дождь, это благодать, это благоволение Божие. Бог когда благоволит, это очень прекрасно. Кому Он благоволит, это очень хорошо. Написано, что добрый, добрым Бог благоволит. Написано, что разумным Бог благоволит. Написано, что боящимся Его Бог благоволит. Написано, что смиренным Бог дает благодать. А благодать ей не скрыта, знаете что и как. Я хотел бы просто вспомнить первых людей, которым Бог дал благодать. Написано про Ноя, что Ной обрел благодать пред Богом. И я смотрю, как бы слово Ной, имя Ной переводится как покой. И я бы так и прочитал бы, что покой приобрел благодать у Бога. И это очень мудро. Бог нам говорит часто находиться в покое. Находиться в таком состоянии, чтобы ничто не могло коснуться нас. Какие бы обстоятельства в жизни не произошли. Покой это не что-то, что возникает в процессе хороших отношений, или хороших поведений, или хороших обстоятельств. Покой это именно говорится о покое тогда, когда все плохо, когда все ужасно. Но человек находится в состоянии, где его никто не может коснуться, не может его нарушить. Именно о нем, его имя покой, он находился в таком состоянии. Написано, что люди были очень ужасные. Там они убивали друг друга, издевались друг с другом. Так что Бог аж раскаялся, что создал человека. Это было ужасное время жизни. И тут человек находится в покое. И я смотрю, Христос нам показал очень хороший пример покоя. И я хотел бы сегодня его зачитать. Мы читаем очень часто это место. И, может, вначале я хотел бы просто филиппийцам прочитать 4.4, где говорится, как мы должны себя вести. Написано, радуйтесь всегда в Господе. И еще говорю, радуйтесь. Кротость ваша да будет известна всем людям. Господь близко. Не заботитесь ни о чем, но всегда в молитве, в прощении, с благодарением. С благодарением открывайте свои желания пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Наконец, братья, что честно, что только истина, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетели похвала, о том помышляйте. Представляете, тут нам предлагается только о хорошем думать, о том, что честно, о том, что справедливо, о том, что чисто, о том, что славно, достославно, что добродетели похвала. То есть заниматься только этим. Не важно, какие обстоятельства в жизни, не важно, как нам относится. Всегда нужно радоваться и с благодарением все, благодарить Бога. Ну, вы знаете, вот как-то говорили, ну, хорошо, когда все хорошо. Конечно, мы будем там, благодарить, радоваться. Но вот если плохо, как это, радоваться, как благодарить? Тогда давайте посмотрим на Иисуса Христа, как Он благодарил, когда было все плохо. Иоанна 13, 3. Смотрите, это мы очень часто читаем, почти каждый месяц. Иисус, зная, что Отец все отдал в руки Его, что Он от Бога не шел и к Богу отходит. Встал с вечери, снял с себя верхнюю одежду, взял полотенце и припоясался. Потом влел воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, который был припоясан. Вот смотрите, тут интересная мысль. Иисус уже знает, тут написано, что уже Сатана вложил Иуде, Искариоту предать Иисуса. Тут уже Иисус знает, что ему приходят впереди страдания. Написано, мы вспоминаем, что он взял хлеб, возблагодарил, преломил. То есть, он знает, что на следующий день ему нужно умирать, будут великие страдания. Он в этот момент просто благодарит Бога о хлебе, благодарит Бога за вино и раздает людям. И даже больше, он, зная, написано, зная, что, очень интересно, что Иисус знал, что Отец все отдал в руки Его. Представляете, он уже веровал в то, что Отец отдал ему все в руки. То есть, он знал, что он должен умереть, он знает, что он умрет, он верит, что он донесет до конца, на кресте страдать будет. Но он уже знает, что после этого все будет в его руках. Он уже знает, что он от Бога пришел и к Богу отходит. То есть, его мысли заняты будущим. Он думает о том, как он опять пойдет на небо. Он думает о том, как он опять встретится с Отцом. Он думает о том, как он там будет. Он не думает об этих, знаете, страданиях, о том, что ему нужно сейчас будет очень тяжелое время проходить. Его разум занят другим. Его разум занят тем радостными вещами. Он утешает себя вот этими радостными вещами, что будет впереди. Что впереди его ждет встреча с Иисусом, с Богом. Что впереди его ждет слава. Он думает об этом, он занимает себя этим. Но наряду все с этим, это, представьте, великий почет, великая слава. И тут он склоняет сам себя очень низко. И начинает омывать ноги ученикам. И тут он смиряет сам себя, имея вот эту всю славу, представляя того, что там будет на небе. Что ему все принадлежит, все поклоняются ему. Он сам, сам, будучи венцом славы, он сам преклоняется пред всеми. И омывает ноги. Это ему он показывает, будучи, знаете, вот среди нас, бывают там всякие должности. Бывают великие там среди нас люди, близкие с Богом. Но нам предложено склоняться пред друг к другу и уравнивать это все. Независимо от наших титулов. Независимо от наших, как сказать, кто бы мы ни были, кем бы мы ни назывались. Нам предлагается служить друг другу. Нам предлагается омывать ноги друг другу. И это показал нам сам Бог. Он решил отдавать все. Имея все, Он решил все разделять и отдавать. И, конечно, с таким, с Ним будет благодать. Конечно, Он назван благодатью, потому что Он научился. Научился отдавать. Дорогие друзья, я думаю, что если мы будем много отдавать, написано, кто будет отдавать, тому еще больше будет дано. Я верю, что я видел много раз в жизни людей, встречал верующих, искренних людей, которые много раз давали. И вы знаете, они не оставались без того, без воздаяния. Под конец я хотел бы просто рассказать одну историю, которую я недавно слушал. Про одного человека, про миссионеров. Они ездили в Китай, муж и жена, они поехали в Китай. И я не помню точно страну, вот рядом возле Китая. Они служили там 10 лет. Они проповедовали Иисуса Христа. Но очень мало людей покаялось. Очень мало людей обратились к Иисусу Христу. И потом был у них момент, они опять вернулись в США. Они перевезли своих детей. У них там четверо или пятеро детей было маленьких за это время. И был вопрос, поехать ли опять. Ну и они решили еще опять поехать. Еще на 6 лет поехали они туда. И там было такое племя. И это племя пригласило их к себе. И говорили, что вот мы знаем о том, что мы нас научили, о том, чтобы святить Бога Всевышнего. И вы нам, ну как бы, расскажите побольше. Они им рассказывали. Но никто не каялся, никто не принимал, как бы сказать, Иисуса Христа. Почему? Потому что там был такой закон, только глава племени мог решить за всех, принимают они Иисуса Христа или нет. И если даже они веровали, не имели права исповедовать, потому что иначе бы их изгнали из племени. Там были такие законы. И им было очень трудно. И очень маленький был результат. И в конце концов там началась война. Мы помним, Америка воевала против Китая. И они как раз попали в эту войну. И они прятались там на свалке. Они голодали. И такое бомбоубежище сделали себе. Ну их просто закидали гранатами. Они все там умерли. И их нин сын, это рассказывает их нин сын. И он вырастал. Он ходил в собрания. Он читал Слово Божие. Он был правильно научен. Но он не понимал Бога. Он говорит, Бог, я не понимаю. Мои родители отдали всю свою жизнь. Они отдали 16 лет этому Китаю. Почему? Почему после всего этого, после стольких лет жизни, столько отдано? Почему нет результата? Что это за Бог? Что мои родители отдали всего себя. И так плохо закончили. И ничего нет воздаяния. Но прошли многие годы. Этот человек далеко уходил от Бога. Его сильная жизнь, наркомания, пьянство. Он далеко заходил. Но в один момент Бог дал ему покаяние. Он покаялся. И он начал искать Бога. И начал проповедовать. И в одно время их приглашают. Всю семью приходит письмо с Китая. И им предлагают приехать в гости в Китай. И они очень смущены. Их не было денег на это. Это были стоили большие деньги. Потому что всех братьев, сестер, там их пятеро или шестеро было. Нужно было взять самолет туда-назад. Много тысяч долларов. И какая-то организация услышала верующая. И она дала им деньги. Они, поехав туда, были шокированы. Им начали показывать. Там глава правительства даже с ними пошел. И начал показывать, что сделало служение их иных родителей. Что очень много тысяч людей, солдаты, которым они проповедовали. Это племя. Там началось гонение в племени. Им пришлось уйти с той территории. Они все приняли Иисуса Христа. Много церквей возродилось. И там все знали по имени Отца и Матери. И все отдавали честь этим людям. Потому что они принесли Слово Божие. То есть, получается, даже если умер человек, который отдавал всю свою жизнь для Бога, Бог даже на этой земле уже воздает этим людям. И я хотел бы, знаете, чтобы когда к нам кто-то пришел, или мы тут жили, и чтобы было видно благодать. И я думаю, если вот мы будем отдавать, как мы вчера пытались отдать, как мы вчера трудились для Господа, если мы будем больше думать, знаете, обиженных, о тех, которые не могут нам воздать, помогать тем, которые не могут нам ничем воздать, как бы безвозмездно, я думаю, Бог, Он не останется никогда должным. Это Бог, который создал все. И я верю, что мы, знаете, меня сильно радовало вчера, было там, кто мы были, что Бог, Он воздает. Он обязательно воздаст. Это как мы даем в долг Богу. А Бог, Он великий. Он создал все. Дорогие друзья, давайте больше обращать внимание. Какие мы люди? Те, которые любим брать, или те, которые хотим много отдавать? Я хотел бы, чтобы мы возрастали в том, чтобы отдавать. И тогда благодать Божия, она будет всегда с нами. Написано, благодать и мир доумножится. Мне хотелось бы, чтобы это умножалось. Это очень важно, обращать на благодать. И чтобы она пребывала с нами. И чтобы она чувствовалась на этом месте. И я думаю, что Бог, Он верен. И если мы будем... Те люди, которые отдают, Он обязательно, обязательно благодать будет на этом месте. Давайте прославим Бога нашего. Спасибо.